Видео подготовлено с сайтом online-gtc.net. Всем привет! Сейчас мы с вами разберемся, как выполнить задание номер 373. Первые три пункта А, В и В. И пункт А. Нам нужно решить задачу с помощью уравнения. В корзине было несколько грибов. После того, как в нее положили еще 27 грибов, их стало 75. Сколько грибов было в корзине? Давайте сначала запишем краткое условие. У нас было грибов. И положили еще в корзину грибы. Было неизвестно, сколько грибов. Положили 27 грибов в корзину. После этого стало 75 грибов. Вот на этот вопрос нам нужно ответить. И чтобы решить задачу с помощью уравнения, нужно одну величину неизвестную обозначить за х. Так как у нас тут одна неизвестная величина, ее и обозначим за х. х – это количество грибов, которое было в корзине изначально. И туда еще добавили 27 грибов. Получилось х плюс 27. Это стало грибов в корзине после того, как туда 27 грибов еще добавили. А по условию задачи стало 75 грибов в корзине. Поэтому мы можем составить уравнение. х плюс 27 равняется 75. Решим это уравнение. В левой части уравнения у нас сложение. х и 27, то есть сумма х и 27. х – неизвестная слагаемая. И чтобы найти неизвестное слагаемое, нужно из суммы из 75 вычесть известное слагаемое 27. И получаем, что х у нас будет равняться 48. За х мы обозначили количество грибов в корзине, которое было изначально. То есть в корзине было 48 грибов. И теперь можно записать слово «ответ», потому что на вопрос задачи мы ответили 48 грибов было в корзине. Теперь решим задачу под пунктом «Б». И сразу будем писать краткое условие. В матке было несколько метров проволоки. То есть тоже у нас здесь было, будет строчка, несколько метров, то есть неизвестно сколько. После того, как отрезали 9 метров, осталось 25 метров. Сколько метров проволоки было в матке? Кстати, давайте немножко по-другому запишем краткое условие. Вот это вот условие «было» в матке можно обозначить вот так. и из-за х мы обозначим количество метров, которое изначально было в матке проволоки. После отрезали 9 метров от этого матка. То есть было х, и отрезали 9. Стало х минус 9 метров. А по условию задачи это 25 метров, поэтому можем составить уравнение. х минус 9 равняется 25. х неизвестная уменьшаемая. У нас в левой части уравнения разность. Чтобы найти уменьшаемая, нужно к разности 25 прибавить вычитаемая. 25 плюс 9 будет 34, то есть х будет равняться 34. За х мы обозначали количество метров проволоки в матке, которое было изначально, поэтому в матке было 34 метра. И можем написать слово «ответ». 34 метра. И пункт «В» решим. Электропоезд был в пути 1 час 15 минут. Некоторое время он затратил на остановке, а двигался 46 минут. Сколько времени затрачено на остановке? Вот на этот вопрос нам нужно дать ответ. Давайте еще в кратком условии обозначим, что всего электропоезд был в пути 1 час и 15 минут. Перед тем, как составлять уравнение, давайте 1 час и 15 минут переведем в минуты. 1 час – это 60 минут. А у нас 1 час и еще 15 минут, то есть всего у нас будет 75 минут. И за х мы обозначим то, что нам нужно найти. То есть х минут – это время, которое поезд затратил на остановке. Ехал еще поезд 46 минут, то есть к тому времени, что поезд стоял. Прибавляем время, что он ехал, и получим время, которое поезд был всего в пути. А по условию задачи – это 1 час 15 минут, то есть 75 минут. Можем составить уравнение х плюс 46 равняется 75. В левой части уравнения у нас сложение. И х – неизвестное слагаемое. Чтобы найти неизвестное слагаемое, нужно из суммы 75 вычесть известное слагаемое 46. И получаем, что х у нас равняется 29. То есть 29 минут поезда было затрачено на остановке. И пишем слово «ответ». 29 минут. Решили первые 3 пункта. Задание 373. Решение остальных 3 пунктов смотрите на другом нашем видео. А если вам понравилось это видео, смотрите остальные решения на нашем сайте. Из вопросов, предложений или пожеланий подписывайтесь на наши группы в социальных сетях. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!